Да, но дело в том, что вот когда начинаешь жить и угождать Господу, начинаешь читать творения святых отцов, как-то больше в это всё вникать, то, честно говоря, уже, я не знаю, может, это уже нечисто ведёт, начинают посещать такие мысли, что всё делаешь не так, всё неправильно и всё грешно. Как-то так. Куда ни глянь, в общем, грех. Ну, опять же, как, ну, на этом и лукавые искушают тоже частенько людей. Всегда нужно смотреть на плоды каждого дела. Допустим, и кому это выгодно, да, вот для чего я это делаю и ставить вопросы. Опять же, ну, на мультиках, и я вот тоже вырос, и дети мои, внуки, вот сейчас мои тоже растут на мультиках. Ну, мультик, мультик урозня, опять же, да, есть мультики, которыми образумляется человек, то есть это образы, через которые научается ребёнок, допустим, добру, да. Есть много старых мультиков, вот, сказок, вот. Советских даже, да? Советских, да, есть. И сейчас есть много поучительных мультфильмов, допустим, где, ну, образовательные, чисто, или каких-то образов его учат жизни. Я ничего плохого в этом не вижу. Ага. Поняла. Хорошо. Спасибо. Ещё у меня вопрос на тему персональных данных. Вот. Ну, сколько тяжкий, вот, опять-таки, грех, да, вот, когда подписываешь, то... Не, зачем это, зачем вы сразу под рамки греха подводите? Кто? Грех, опять же, плоды. Ещё никакого начертания нет, во-первых. Это только в перспективах, это только где-то ещё в будущем, там, непроглядном, вот. Вы, вот, Александр, опять же, девчонки, вот, молодые, я ему, вот, сколько говорю, Александру и Ткани, насколько вносят смуту такую, и люди верят. А это же, вот, это действительно от лукавого, вот эти все вещи. Зачем сейчас вот об этом вообще говорить? Может быть, может, мы и не доживём до этого начертания совершенно. Ведь начертания будет ставиться только после пришествия Антихриста, когда уже на земле воцарится единый мировой правитель, вот он тогда и будет ставить начертания. А прежде чем он воцарится, на земле погибнут две трети населения. А что такое две трети населения? Это на сегодняшний момент это 5 миллиардов человек, понимаете? И останется на земле всего 2 миллиарда человек жить. Вы уверены, что упадете по это число населения? Ну, всё-таки бы тут мнение, что биометрические паспорта, как бы они уже, то есть, при их выдаче наносят метку. Никакой нет метки. Никакой метка – это непосредственно отречение от Бога, понимаете? Когда человек будет принимать начертания, которые будет стоять непосредственно Антихрист при его системе. И тем самым человек, принимая метку, он будет отрекаться от Христа. А принимать того за Бога – это и будет отречение. А сегодня это просто напросто, если мы принимаем вот эти документы электронные, мы как бы даём дорогу, приближаем то начертание, то есть, приближаем приход Антихриста тем самым. Но, по сути, нам, конечно, надо отстаивать наше положение противников, можно сказать, противников вот этой как раз технологии. Мы должны протестовать всячески, собираться там интернет и подпись собирать против начертания, в смысле против вот этих карт, против электронной идентификации. Вот, надо, конечно, говорить, но не до такой степени, что это уже начертание. Да, просто вот, знаете, вот даже взять ИНН, может, знаете, был такой отец Василий Новиков, у которого там в храме Бесы говорили, да, что кто получил ИНН, там прям в ад летит. И вообще, как бы, много таких было и видений, и снов, да. Ну, знаете, я вам больше скажу, я думаю, что он сам бесноватый вот это вот, я понял, за кого вы говорите, это вот такой драмогласный был батюшка, за такой он кричался. Говорят, что после его смерти там фотографии мироточат, как бы там целый фильм вроде снят по этому поводу. Как к этому относится? Сейчас на мироточении сейчас луковые ловят людей. Антихрист явится именно в православии. А почему он явится? Потому что народ готов уже к чудесам. Народ жаждет вот этих чудес. Посмотрите, как сегодня откликаются люди на мироточение, на всякие там тряпочки, на ботиночки, на мощи вот на эти, бегают миллионами за этими мощами, а потому что люди ждут чудес. А кто у нас чудесник, прелестник? Это сатана, который явится и покажет всем жаждущим такие чудеса, что будет и огонь с неба не заводить. И за ним пойдут все, и православные пойдут в первую очередь за ним. А потому что ждут чудес. А что стоит бесам показать чудеса, даже мироточение, если бесы, они по сути, они и являются властителями над вот этими энергиями. Энергиями воды, энергиями огня, энергиями ветра. Князь мира, сатана, он владеет этими всеми энергиями. Для него произвести какой-то мир вообще не представляет никакого затруднения. С любыми запахами клубники и сирени, и все, что хочешь, он покажет. Не значит ли то, что православные ждут царя, а под видом царя... А под видом царя придет антихрист, да. Именно так и будет. А как же по поводу пророчеств? Вот Серафин Саровский говорил, что будет царь, православный помазанник Божий, и что даже вроде как Евангелие еще должно быть проповедано, и иудеи должны там уверовать, я имею в виду, что уверовать должны еще в Иисуса Христа, что будет еще проповедано. Они будут как раз последние, вот о них и написано, это последние евреи, но которые примут Христа, это в последние, самые последние времена будут. Вот это о тех евреях. А Серафим Саровский, где он там говорил, надо почитать еще, он конкретно там ничего не было сказано, как раз вот о царе. Ну вот Калинин Александр тоже как бы говорит про царя, я так уверена, вот что. Ну вот Саше он как раз, он открыто не говорит, а если посмотреть его духовное расположение, он себя царем как раз и видит, понимаете, там прелесть духовная такая. И мне, конечно, жалко тоже его и все, но мне жальче людей, которые вот молодежь именно такую вот до 30 лет, особенно женского полос, как он обольстил, у него работает нечистый дух. Он вот поставил рамки, Господь говорит, ни сроков, ни дня, ни часа не знает никто, даже ангелы не знают. Понимаете? А он ставит сроки, даты ставит, назначает, вплоть до месяца. Это уже говорит о том, что это не от Бога. А как быть вот с тем, что все равно у нас сейчас бы, ну, как бы такое время, да, что все к этому идет, там, к Антихристу? То есть даже посмотреть, вот в Швейцарии там вроде открывало, было открытие нового, сейчас скажу вам, что там туннель вроде построили, да, или там, я точно не помню, открытие было, так там вот настоящий стандартный ритуал, если на ютубе посмотреть. Вот. И вообще, как бы, что творится в мире, и что творится и в православии даже, и вот. Как относиться к тем пророчествам и к тем советам старцев, которые говорили, что там иметь домик в деревне, да, насколько это близко, оно. Ой, да, тут вот, если к этой теме подходить, то, опять же, не со стороны пророчеств, нет никаких пророчеств, опять же, святые именно никаких пророчеств не давали. Понимаете, кто такие святые? Это прославленные люди, это люди, которые прославлены в православной церкви. Вот Александр, он, опять же, говорит, да, он говорит, святые пророчества, а ни один святой не давал таких пророчеств. Это в интернете несколько там есть вот таких вот батюшек было, ну, таких. Ну, как Гури, например, да. Ну, Гурьянов, да. Они-то не святые, ну, и отец Николай Гурьянов, он ничего не пророчествовал такого. Нет, Гурий был отец, вот Гурий там, Кирилл Павлов вроде, ну, и такие, как бы, ну, не святые, да, но люди которые... И, как бы, можно сказать, чудесники такие, вот, которые падки до чудес и вот до этих, до всех вещей. Где только говорят о чудесах, о каких-то пророчествах, вот там, видите, пророков нет уже давно. Но мы настолько грешны народ, что нам Господь уже не дает никаких пророков. Вот, потому что, потому что люди просто обольщают этим пророчествам, начинают предсказать, кто как хочет. Ага, а вот к Славочке как это относится? А то, что на землю, это, ну, я думаю, сейчас любому нормальному человеку должно быть понятно, что если хочешь детей воспитать, как говорится, подобающим образом, да, то где их можно только на земле воспитать? Подальше от рекламы вот этой всего, показывая детям труд, а трудиться где можно на земле? Человека воспроизвела, мы к земле уходим, мы трудиться и жить должны на земле. Так во все времена были. Было почему? Почему приблизился антихрист? Потому что люди оторвали от земли и дали им, дали развитие вот этим технологиям, понимаете? Через технологии как раз антихрист и придет. Хочешь отдалить антихриста, ни технологии, ни придерживайся этих. Если бы люди сейчас договорились об этом, хотя бы телевизоры из дома выбросить, вот выбросить и все, чтобы дети хотели, ради детей. Вот как в Ветском Завете еще Господь давал такую заповедь людям на Синае, это Бог говорил. Что вы выберете, благословение или проклятие, говорит Бог. Ведь Он дает полный выбор человеку. Выбирай благословение или проклятие. С телевизором дети твои прокляты будут. Без телевизора они будут благословенны. Выбирай сама. А потом только на суде уже не надо будет сетовать. Потому что у нас у всех есть выбор. До последнего дня у нас есть выбор. Выбрать благословение или проклятие. Да, но дело в том, что здесь, конечно, у себя дома, например, я так и сделала, телевизор убрала. Но когда мы переехали к мужу жить, то, естественно, я здесь особо не хозяйничаю, а телевизор есть. Тут уже не проявишь свою волю, скажем так. Да, и по поводу домика, да, вот хотелось бы, была возможность там квартиру продать и уехать в дом. Но вот папа был против. Сказал, вы ничего не сможете, там мало денег зарабатываете. Чтобы дом содержать, нужно бизнес сначала построить. Вот так вот. А какой бизнес? Короче. Приехали в деревню. Вот так. Она в деревне, в деревне земля все дает. Какие деньги? Тут мы денег. Переживают, что бедные сильно будут трудиться. Как же я вообще смогу на земле жить? Вот так вот. А через это вот сами-то люди, как говорится, неграмотные, неверующие в этом вопросе. И детей своих также соблазняют. А за детей Господь нам дал детей, можно сказать, подарил, дал во временное пользование. Вот воспитает. А у нас тема-то какая? Нам надо детей для Господа воспитать. А мы воспитываем для сатаны, для начертания. Как раз мы детей своих и воспитываем. А как мне на земле? Только на земле. Иначе никак. Я это исповедую давно уже, лет 10, наверное, чтобы люди ехали на землю. Не только из-за того, что под страхом начертания ради детей. Ты хочешь воспитать ребёнка благочестивым, добрым человеком, верующим, ответственным в жизни вообще. Воспитаем на земле. А годы идут. Я бьюсь и с дочерью своей тоже, вот сколько уже лет. Вот не всё, и никаких не могу убедить. Ну, это хорошо, если развивать вот эту тему даже по поводу дома. Вот такая ситуация. Вот папа мой с мамой заработали на квартиру, потом уехали жить в дом. И оставили мне квартиру. Всё время говорили мне о том, что она останется мне, будет моя квартира. Естественно, когда вышла замуж, то мы жили с мужем там, потому что, чтобы не с родителями. Ну, и когда пришло время думать, что там дальше, как. У нас было бы одно желание построить дом. С постройкой, в общем, сразу всё так на этой теме и закрылось. Решили уже купить готовый дом. Ну, продать квартиру, купить дом. Вот, и вот папа сильно встал в позу. И из-за этого, как бы, мне пришлось даже, скажем так, ехать с мужем к его родителям в квартиру. Вот, и вот как бы он не разделяет моё мнение. Вот в таком случае, как мне просто, ну, смириться, наверное, да, с этим. Ну, квартира, наверное, на тебя подписана. Ну, она, ну, как бы, да, половина там моя, мамина и папина. Мама говорит, я тебе половину свою даю. Ну, опять-таки, она, как бы, тоже ещё не совсем, ну, сомневается, скажем так. Папа слушает даже больше. Ну, он говорит, я всё подпишу. Ну, только, как бы, я против. Руками и ногами. Говорю, мне так надо. Надо понастойчивее. Ну, как бы, такая есть женская такая логика. На мотне капать, и как вода камень точит. Так ненавязчиво потихонечку ему и уговоришь. Да, он, кстати. Показывает в интернете всякие там, показывает, допустим, ну, успешных таких людей, которые что-то добиваются на земле. Как людям нравится на земле. Сейчас очень много, мы вот живём в деревне, очень много молодежи, семьи прям покупают участки, строят быстренько за лето, строят домики такие вообще красивые, шикарные. Вот, и люди работают на земле. Сейчас, если трудная какая-то работа, вон, гастарбайтеров нанимают недорого, ну, допустим, спахать там землю, да, обработка земли какая-то тяжёлая. Сейчас всё настолько это упрощённо. И тут радость одна. Сейчас в деревнях, в асфальтовой дороге, что, пожалуйста, газ практически везде есть. Ещё такая просто, да, ситуация, что когда начинаешь больше развиваться духовно, да, там, изучать православие и всё, то есть как-то оно само собой тянет к земле, не могу объяснить. То есть от многого начинаешь отказываться, от мирского. И вот где-то ж надо себя куда-то деть, скажем так. Ну, там, я имею в виду, ну, там, так по вечерам бы, ну, там, молиться это само собой, но вот как бы с ребёнком, да, то есть хочется, ну, вот я как представляю, во дворе и работа идёт, и ребёнок гуляет, а дома начинает что-то делать, он начинает кричать, плакать, что ему внимания не уделяют. Конечно, да, там находится всем, всем всегда работа будет, и детям, и всем. Они, у меня дочка приезжает с, ну, двое мальчишек тоже одному, сейчас пятый год, а другому третий. И они же уезжать отсюда не хотят, как им нравится, как, ну, тут постоянно чем-то заниматься, занятие какое-то есть. Вот, а дома там, что там, дома, выйти в квартире, выйти. Я даже себя помню, там, халабуды вечно какие-то, куда-то что-то залезешь, там, какой-то магазин придумаешь себе, ну, да. На деревьях, шалаши всякие понастроят, да. Да, вот, да. А по поводу документов, все-таки, я, ну, не знаю, лично я, как бы, мне кажется, что сейчас надо в этого, ну, отказываться, не брать. Насчет карты, да, надо, ну, по крайней мере, я не буду брать. Я не хочу, и все. А Господь своих он прокормит, если по-настойчиви быть. Ну, я же говорю, я вон и паспорт даже не брал, ничего. А мне его принесли, они сами принесли. Сбросили, я же ним не расписывался, ничего там. У меня мама расписалась с ним, и все. А я там очень написал, православный христианин, где это, где, ну, стоит код, по-моему, личный код, графа есть там, да. А я там написал, православный христианин. Так можно, да? Ну, как можно, нахожу, запорчу документы государственных, там, штраф какой-то. Вот просто вот Славочка, я вообще не знаю, как относиться. То есть разные мнения у разных священников по-разному. Вроде как его канонизировали, да, недавно. То он говорил, что вот... Неканонизируют. Его и не канонизируют, конечно, нет. А, что я не знаю, может, какая-то дезинформация, не знаю. Так он говорил про паспорта, да, что вот эти паспорта брать нельзя. Опять же, Оль, ну, видишь, это... Кто знает, что он говорил? Это мама его говорит. А женщина, видишь, она как бы... Может, она и приукрашивает что-то. Кто знает, что он говорил? Я верю в то, что он святой ребенок был. Если вот есть люди, которые... По крайней мере, есть свидетели, да, которые подтверждают вот эти его проявления, которые, как он с людьми общался, и какие чудеса он показывал, да. А особенно вот сейчас доверять, вот то, что она говорит, как зовут, не помню. Сильно доверять ей тоже нельзя, потому что она кое-что и придумывает, сама накручивает. Ну, не из-за того, что там из-за какой-то это самое... А там, возможно, так... От большой любви к сыну. А что нам... Зачем нам слушать кого-то? Мы сердце должны слушать свое, и все. Тут какой самая главная точка отправления? Вот как Христос. Надо в Евангелие больше читать, проникаться словами Божиями. То есть через Слово мы как раз и возрастаем духовно. Надо ежедневно читать Евангелие, Слово Божие. Господь как сказал, что во многих охладеет... Вот первое, первое, как бы, и, можно сказать, оно и последнее подтверждение тому, что близко начертание, близок антихозам, да, это что во многих охладеет любовь. Вот, как сказано в Евангелии, по причине беззакония, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь, да. Мы видим, беззаконие умножается, то есть между людьми идут вот такие рыночные отношения, да, недоверие, а вместе с этим возрастает недоверие. Вот. Ну, куда ни глянь, любви нет абсолютно. Живут люди в многоэтажках соседей и по много лету не знают друг друга, да. Вот. Нет никакого уважения, ни любви. А это за последние буквально 30 лет произошло. Вот. А когда уже начнут сейчас вот законы яровоят, а когда уже начнется, ну, просто не то, что не любовь, вообще даже недоверие другу начнут стучать друг на друга, подсиживать, закладывать друг другу начнут. Вот. Это и есть проявление вот этой нелюбви. Как мы увидим, что она вот эта вот нелюбовь, она просто отхватит всех, понимаешь. Сейчас еще есть в людях, знаешь, вот какие-то вот задатки, проявления есть вот этой любви, она в людях еще заметна. А когда уже совсем ее не будет, ни в ком, вот тогда уже все. На повестке нет, чего стоит, какой вопрос у людей. Я же говорю, сейчас многие мне просто от Александра идут. От Александра людей в таком вмешательстве. Кто-то паспорта там режет, рвет. Люди порвали паспорта и все. И что дальше? А дальше ну смысл? И что ты порвал этот паспорт? И что дальше? Ну, три шестерки, когда что-то. Ну, три шестерки, а? Я же ему, я и комментарий там писал. А в интернет мы входим каждый раз, вбивая строку в этом самом, в интернете, допустим, любая поисковая строка, она начинается в 3W. А 3W это и как раз начертание три шестерки. Каждый раз в поиске мы вводим три шестерки. И что? А вот по поводу любви к ближнему, к Богу. К Богу я бы хотела на этом больше сакцентировать внимание. Я не знаю, часто люди говорят, вот я с Господом, вот как-то так и радостно живут, и верят, вот мне постоянно какой-то страх. Вот я просто настолько понимаю, что я в любой момент могу поступить не так, могу согрешить, что я просто, ну, мне как бы страшно даже так говорить, что я вот с Господом, потому что я могу, знаете, как бы сама себя обращать. Ну, я-то с Господом, я стараюсь, верю, как бы поступать там правильно, да, читая Евангелие. Это не обольщать. Мы должны здесь... Я понимаю, тут надо как... Тут Господь, Он живой, Он такой же, как и... Тут обольщение не подходит. Мы постоянно должны не то, что, а даже гордиться тем, что мы любим Господа, что Господь. А если уж мы Господа любим, то, коль мне почти Бог нас любит. Понимаешь, как? Вот. И мы должны гордиться тем, что мы знаем Бога. Так и написано, что если гордитесь или хвалитесь, хвалитесь Господом. Понимаешь? Мы должны хвалиться этим. Я знаю Бога, и Бог меня знает. Мы этим хвалиться должны. И перед людьми хвалиться должны этим. И гордиться, и гордиться этим должны. Конечно, это проявление его невозможно. Сказать тебе хочется, хочется делиться. Говорить об этом, да, это правда. Меня уже даже за это как бы не особо любят. Ну, не любят, так говорю, может, образно. Ну, понятно, конечно. А потому что люди неверующие, а мы должны чем больше, надо тем больше говорить об этом. Ну, точно. То есть, опять же, не навязчиво, а вот как бы постоянно, потому что здесь как бы ты выбор делаешь, да, и себя говорят, там, до замолчения, и в моем присутствии не говори больше о нем, да, то тебя уже, как бы, ставят перед выбором. То есть, ты выбирай или смиряться с ними, да, или Господа прославлять. Конечно, тут надо Господа выбирать уже, ну, и как это я, если у меня на сердце, то я буду о нем говорить. А чтобы говорить, для этого надо знать слово Божие, Писание, чтобы тебе, как сказано в Евангелии, если кто говорит, говори как слово Божие. Допустим, где-то в разговоре, да, очень полезно всегда оставлять цитату из Евангелия. Вставляешь и говоришь, а вот так говорит Господь, да, и все, и тебя уже просто тебе противопоставить никто ничего не сможет, потому что ты говоришь слово Божие. Мы сами часто попадаем под вопрос, да, делать или не делать, вот. А когда попадаем под вопрос, вот такое делать или не делать, здесь как раз всплывает Евангелие. Когда ты его знаешь, его Господь сам тебе уже кладет на ум. Вот у тебя всплывает, как бы, цитата и слово Божие. И оно как бы подтверждает уже, делать тебе или не делать в том смысле. То есть вопрос себе такой задавать нужно, а что об этом Господь говорит? Или как бы поступил бы Господь в этом случае? А в Евангелии всё чётко расписано для любой ситуации жизненной. Вот начало эхоминизма, надо противостоять этому. А как, не поминая, да? Ну, это уже выбор каждого. Понимаешь, сейчас есть такие священники, которые всё-таки, они не признают это, да, но всё равно держатся при церкви, как бы. Ну, полезно всё-таки. Они-то и народ как-то учат, стараются учить. Ну, нету ещё открытого, как бы нет попрания законов таких православных. Ещё же не внесли никаких изменений. Есть только подвижки к этому. И они, причём они пока на сегодня неудачные такие. Видишь, с собором с этим ещё не собор не состоялся, ничего. Пока ещё всё терпят. Протестовать против этого надо, конечно, говорить об этом надо. Но ещё пока нечего говорить. Ещё нет нарушений. Понимаешь? Когда эти времена настанут, они не скроются эти времена, они не пройдут незамеченными. Тогда будут в интернете много людей говорить об этом. Если же буду, я всегда буду говорить, что уже нельзя ни ходить, ни кричаться. Но ещё тем временем, времена не настали люди, пока не кричат об этом. Вот опасность была, назревала, да. И сразу такие верные сразу начинали кричать. Как раз они с помощью этих верных людей остановили вот этот собор, потому что люди стали возмущаться. У нас ещё и всё так плохо. Ну, а документы уже подписаны, и не приехали они, да, но уже всё подписано было, и архиерейский собор как бы тоже всё подтвердил. Да кто там ничего не подтвердил? Собор считается, если даже одной церкви поместной не будет там присутствовать, то уже недействительным будет. А там не было, опять в церкви не было. А Рафаэл Берестов, он говорит уже, да, что Кирилл лжепатриарх. Да, это сначала было понятно. Он лжепатриарх. Он ещё часто говорит об этом. Я об этом говорю уже 12 лет, что он лжепатриарх. И вот рукоположили уже не по канону, понимаешь, по канону рукоположить нужно с помощью жребия, то есть подбрасывается монетка и с помощью или, допустим, бумажки в шапку бросаются и вытягивают бумажку тот и патриарх. А они избрали с помощью голосов. Он уже из-за этого считается неодействительным. Ну, а то, что мы его поминаем, это как? Да кто его? Он знает, я его лично не поминаю. А, ну всё. Просто я думаю, вот мне является, вот мне она бы имя. У нас, понимаешь, у нас глава церкви Христос. Что нам патриарх какой-то? Патриарх, это на нём свет не сошёлся. Дядька какой-то там ходит, громогласный и всё. И это, кто он такой-то? Церковь состоит как раз из верных людей, понимаешь? Которые верные Христу, это и есть церковь. А то, что они там себе делают, пусть они делают. А мы будем Христу верные и всё. Мы будем подчиняться Богу, а не им. Я просто вот в последнее время как бы выбрала такую, заняла такую позицию, что лучше я реже, но буду причащаться у батюшки, который не поминает патриарха. И это у меня получается, что я могу там раз в месяц попасть в церковь, да, и на причастие. Вот я думаю, как вот было бы правильнее, да, ходить каждую неделю туда, где поминают, или раз в месяц, там где не поминают. Да Господь подскажет. Проси Господа, Господи, разуми меня, и Господь даст ответ. А я, ну, как бы, понятное дело, что молюсь, там, прошу, стараюсь, но как-то я что-то ничего не слышу, не понимаю. А не слышу, потому что нет живого разговора. Если говорить всё, включать в Слове Божьем, как написано в Евангелии, вера, отслышание, отслышание от Слова Божьего, надо читать побольше. Евангелие – это письмо, а ты представь, Бог дал своё письмо людям, написал, да, сам Бог написал людям письмо, а люди не читают его. Представь, это тебе, любимый, ты где-нибудь на стороне, не виделись уже давно, там, несколько лет, да, любимый тебе письмо прислал, а ты его не читаешь. А это Бог написал тебе письмо, а ты его не читаешь. А через Слово как раз у тебя возрастает вера, и ты выразумляешься, начинаешь, у тебя начинается живое общение с Богом. Именно через Слово, Господь и выразумляет через Слово. Ну вот видите, как Александр Христианин, например, точно так же говорит, что вот он понимает, и его Господь выразумляет. Я не знаю, как у вас так получается, ну честно. Это же можно, ну, любую мысль подхватить, да, и можно думать, что это Господь, я не знаю. Разделять нужно, нужно разделять просто духов. Сказано в Евангелии, не всякому духу верьте, но проверяйте, от Бога ли они. Это опыт нужен, ну, это, опять же, это с годами всё приходит. Надо трудиться над своей душой, а не то, что прям раз и у тебя начал слышать ты общение. Да, со временем надо побольше просто уделять Господу времени, побольше общаться с ним, вот, и просить у него, Господь, отвечай мне на мои вопросы. Вот, побольше как-то молитве уделять делу. Не той молитве, вычитку, не знаешь, каких-то там этих самых книжек, вот, а живой, живой такой беседе. Вот, допустим, где-то уединилась в помните какой-то, да, или вечером, вот, ложись спать, легла, закрыла глаза и поговорить с ним хотя бы, 5-10, так откровенно. Всё равно, вот, я, например, вот, лично я, для меня сложно грань вот найти, вот, где хорошо, где плохо, даже вот в плане, там, того же, чьего угодит. Знаете, для кого-то, для кого-то три раза в день покушать, это будет нормально, а для кого-то это уже много. Это он уже будет считать, что, как бы, присущается. Но вот нету, знаете, нету грани, даже вот как с родными и близкими, да. Где-то приходится поступать не совсем по-божему, чтобы не было ссор, чтобы, ну, как бы, ну, вот сложно это всё. Не знаю, и я бываю... А это всем сложно, что ты думаешь, это? Это всем сложно. Это, опять же, не предупреждение Божие, что враги домашние, да. Да, тут хоть как, понимаешь, мы пока находимся в теле, мы будем искушаемы через тело. Опять же, оно, тело-то, оно такая гадина, оно же, понимаешь, оно разумом живёт тело, а разумом всегда на первом месте. Разум тебя переубеждать будет постоянно, понимаешь. Оно, тело, оно настолько, Господь, совершенным его сделал, что у нас есть подсознание, сознание есть, разум есть. А оно, они отдельно от души работают, они часто подвластны лукавому сознанию нашему. А душа, она отдельно. Души, как, говорится, своя жизнь там, понимаешь, и это как ещё Достоевский писал, что, как же он сказал, Бог, дьявол с Богом борется, а в поле битвы сердце человеческое, это о чём он говорит прекрасно в сознании, борется, разум с душой борется постоянно. Вот есть, не есть, там говорить, не говорить. Просто как понять, что ты правильно делаешь? Ну, сделал, а потом сиди и думай, согрешил, не согрешил. Хочется не согрешать, а не понимаешь, согрешаешь ты или нет на самом деле. Вот в таких вопросах, где… Опять же, обращайся к плодам всегда, совесть, плоды совести. Если совесть тебя обличает, твоя, да, ну, да лучше бы не делать, да. Вот совесть тебе внутри. Вот сказал ты что-то человеку, вроде бы, убеждаешь, и тут начинает разум твой тебе говорить, да нет, ты правильно сказал. А душа, сердце, наоборот, говорит, да нет, неправильно надо было не говорить, понимаешь. А через сердце, которое совесть не говорит, а если не прислушаться к сове, не к уму надо, а к совести больше прислушиваться. Тут еще понять надо, где ум говорит, а где совесть. Ну, в общем, все серьезно. Можно разбилять, я думаю, легко. Совесть не заглушать надо. У нас же сейчас народ подчего вот окладеет любовь друг к другу, а потому что люди совесть заглушают свою, то есть затыкают ее по вершине. И совесть обличает, а не молчи, заткнись, и разумом ее подавляют. А совесть, она всегда тихо-то говорит, она много раз не повторяет. Она так, она плачет, ты знаешь, а разум, он всегда бастует, он такой яркий, выраженный такой. Спасибо вам большое. Я думаю, еще у меня будут вопросы к вам, если вы позволите. Буду еще с вами связываться. Пойду уже к ребеночку своему. Спасибо вам большое, что уделили время. Вот. Все, встретимся, да. Мир вам, всего хорошего. До свидания. Продолжение следует...